Аркан ТВ представляет Гордость, уверенность и скромность Сегодня я собираюсь продолжить наш разговор о восемнадцатом аяте сура «Лукман». Мы еще не прошли последнюю часть этого аята, последнюю фразу, которую упомянул Аллах о том наставлении, которое Лукман делал своему сыну. В прошлый раз мы говорили об аяте «Не ходи по земле бесцельно, просто реагируя на возникшие ситуации и не придерживаясь собственных ценностей». Когда мы проходили эту часть, я объяснял вам значение слова «марах». Сегодня я постараюсь объяснить вам фразу, которая встречается не только здесь, но и в других местах. В первую очередь, нам нужно знать важность этих слов. Здесь говорится «…Аллах не любит тех, кто обладает двумя качествами». В арабском языке это слова «мухталь» и «фахур». Мы постараемся глубже изучить значение этих слов. Речь идет не только о том, что Аллах даровал мудрость одному человеку, которую тот передал своему сыну. Эти слова на самом деле являются универсальными. В Коране они относятся к так называемым «фавассль» – окончаниям аятов, которые, к тому же, могут повторяться. Многие из вас знают. «В Аллаху гафур ррахим». Как пример, эти концовки аятов называются «фавассль», то есть завершениями аятов. Некоторые из фавассль в Коране представляют собой способ обучения основополагающим принципам и учениям Корана. Представьте себе, что эти фавассль – опоры здания. У вас есть стены, окна и все другие элементы строения, но через каждые несколько метров или футов вы сталкиваетесь с несущими колоннами, опорами или горизонтальными несущими балками. В Коране это такие завершающие фразы, как, к примеру, «ЛАЛЛАКУМ ТАТТАКУН» или «ЛАЛЛАХУ ЮХИБУЛМУХСИНИИ» или «ЛАЛЛАХУ Гафур ррахим». Эти выражения являются не просто завершением аятов. Из-за их частого повторения они считаются некими основополагающими заповедями, учениями, подобно несущим конструкциям в структуре Корана. Именно поэтому они так часто повторяются, они связывают друг с другом все остальные учения. В действительности, об этом явлении можно задуматься. Некоторые из этих окончаний аятов повторяются чаще, некоторые реже, верно? Данная фраза упоминается не так часто, но, несмотря на это, все мы знаем. Если что-то повторяется, значит, оно заслуживает нашего особого внимания. Аллах сказал это не один раз, а повторил несколько раз. Теперь же давайте поразмышляем немного об этих двух словах. Первое слово «мухталь». Если вы взглянете на этимологию, на происхождение этого слова, то слово «мхайль» в арабском языке называют красивых лошадей. Так как раньше арабы очень сильно любили лошадей, у них было много слов, описывающих их. Когда арабы были чем-то очень сильно увлечены, в их языке для описания этого было много слов. Я не знаю, как обстоят дела насчет современного языка, особенно словарного запаса наших подростков, так как язык очень сильно меняется. Но, к примеру, у них есть множество слов для обозначения хорошей машины. Не просто машина или автомобиль, но еще и тачка, колеса и так далее. Человек, знающий уличный сленг, может назвать вам порядка двадцати слов для обозначения машины. Они знают значение каждого из них, и это вполне естественно. В этом вопросе арабы не были какими-то чудаками со сложной лексикой. Это были всего лишь люди, словарный запас которых соответствовал их образу жизни. Они не проводили все свое время в библиотеках или университетах, они жили в пустыне. Однако тем вещам, которые представляли для них ценность, они давали много имен. И к этим вещам относилась, если можно так сказать, Феррари своего времени. Только в ней было не так много лошадиных сил, а всего одна лошадиная сила. Большое внимание они уделяли лошади, арабской лошади. И у них было много слов, описывающих лошадей и их различные качества. Слово «хайль», используемое в отношении лошади, очень интересное. В Коране оно также используется для описания лошади как вида. Из этого же корня образовано арабское слово «хайль». Слово «хайль» впоследствии перешло в другие языки и означает «воображение», «мысль». В современном арабском языке слово «тахайль» означает «представить», «вообразить себе что-либо». То есть, эта лошадь настолько прекрасна, насколько это можно представить. Или она поражает чье-либо воображение. Или же это касается ситуации, когда вы смотрите на что-либо, и вас просто уносит в другое измерение. К примеру, вы едете на машине и проезжаете мимо красивейшего дома, и на долю секунды вы начинаете себе представлять, каково было бы вам там пожить, верно? Или же, если вы совершите ошибку и поведете детей в магазин игрушек, то увидите, что у них в каждом отделе словно переворачивается все в жизни. И им приглядываются только дорогие игрушки, так ведь? На дешевый они даже не смотрят. Они смотрят на большие коробки. В этих магазинах все очень продумано. Они ставят самые дорогие игрушки на полу, в самом доступном для детей месте. А недорогие игрушки они кладут на верхние полки, туда, где дети их не видят. На уровне ребенка расположены наборы лего по 200 долларов. И когда ребенок смотрит на него, он начинает представлять себе, как изменится его жизнь, когда он начнет собирать этот игрушечный полицейский участок, или дом, или что-то другое. Слово «хайль» содержит в себе смысл того, что вы видите нечто, поражающее ваше воображение, желание, фантазии о том, как бы прокатиться на такой лошади. Человек мечтает об этом. Есть такая фраза «машина мечты». В нашем случае это лошадь мечты. Это слово также используется в формуле «ифти'аль», и у нас получается «ихти'аль». Слово «ихти'аль» описывает человека, который имеет очень искаженное представление о самом себе. Вы когда-нибудь слышали выражение «спустись с небес на землю»? Это именно то значение. Когда человек начинает считать себя тем, кем он на самом деле не является, когда у человека появляется ложное представление о самом себе. То есть, человек не видит себя настоящим, он видит себя таким, каким он себя представляет. Это очень странное явление. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите себя. Но иногда бывает так, что есть настоящий человек, и есть тот образ, который он хочет показать всем остальным. Образ, которым человек хочет удивить окружающих. Когда он наедине с тобой, он может говорить и чувствовать себя очень напуганным, раненым, стеснительным и не очень уверенным в себе. Но, когда он оказывается среди своих друзей, этот же человек становится очень открытым, шумным, агрессивным, становится совершенно другим человеком. Совершенно другим человеком. Возможно, у вас есть такие друзья. С вами они ведут себя абсолютно нормально. Но, когда вы видите их в другой компании, они становятся совершенно другими людьми, они полностью меняются. Потому что они позволяют себе меняться под влиянием того впечатления, которое они хотят произвести на других. Когда вы часто это делаете, когда вы позволяете другим людям навязывать вам то, как вам следует одеваться, как вам следует говорить, как вам следует себя вести, тогда вы начинаете представлять себя в таком образе, который понравился бы им, который бы смотрелся круче. И, если вы начинаете часто притворяться, то тем самым вы душите свою истинную сущность и начинаете видеть лишь свое воображаемое «Я». Разница между вашей истинной сущностью и воображаемым «Я» очень большая. Но в чем самая большая разница? Самая большая разница в том, что ваша истинная сущность заботится о том, что правильно, а что нет. Это рух, который Аллах вложил в вас. Ваша истинная сущность заботится о том, в чем для вас польза, а в чем вред, что имеет смысл, а что бессмысленно. И не только в вопросах религии, но и в повседневной жизни. Ваше истинное «Я» очень чувствительное, благоразумное, эмоциональное. Вы – заботливый человек. Но фальшивое «Я» – воображаемое «Я», то есть надменный образ, мухталь, этот образ заботится лишь о том, что подумают люди. Как это будет ими воспринято? Действия того, которое живет внутри вас, вымышленного, мухтального образа, зависят от того, какое впечатление он хочет произвести, если оденется определенным образом, если будет говорить определенным образом, если он будет проводить время с тем или иным человеком. «Прости, но нас не должны видеть вместе. Это выглядит нехорошо. Я не могу сказать это, потому что это будет выглядеть нехорошо. Я не могу так одеться, потому что я не уверен, хорошо ли это смотрится». Это чувство может стать очень сильным. Были времена даже в западном обществе, когда скромность в женской одежде была нормой. Есть упоминание о том, что в церкви люди неодобрительно смотрели на тех, кто слишком откровенно одевался и так далее. И это происходило не в мусульманском обществе, а в христианском и иудейском обществах. Но потом, с появлением постмодернизма, в мире произошли значительные изменения. К примеру, появился пляжный дресс-код. На пляже люди практически раздеты. Сегодня мышление настолько перевернулось, что, если человек на пляже не раздетый, он начинает чувствовать себя странно. «Что с тобой? Почему ты не раздет? Почему на тебе одежда? Почему ты не в нижнем белье?» Здесь это нормально. Таково восприятие людей. И если бы в точно такой же одежде вы появились в миле от пляжа, вы бы опозорились. Вы даже не можете представить себя в таком виде в офисе. Вам было бы стыдно появиться в таком виде в аэропорту. Но вы убеждаете себя в том, что здесь, на пляже, это норма. Вроде бы вы смотрите на себя теми же глазами. Вы видите, что это общественное место. И практически ничего не поменялось, кроме воды и песка, верно? Но воображаемое «Я» настолько сильное, что оно может заставить вас перестать придерживаться собственных ценностей. Не говоря даже с точки зрения Ислама. То, что было бы неприемлемо в любом другом месте, здесь становится для восприемлемым. Просто из-за восприятия. Восприятие очень важно. Когда человек попадает в состояние мухталь, это может очень сильно влиять на его жизнь. Потому что желание произвести на кого-то впечатление – это, на самом деле, очень сильный фактор. Когда подростки взрослеют, они проводят очень много времени перед зеркалом. И мальчики, и девочки проводят очень много времени перед зеркалом. Дети помладше все время играют. Они не честят зубы, их волосы торчат в разные стороны, им все равно. Они ходят в одной и той же рубашке, и мать спрашивает их, «Это та же самая рубашка, в которой ты был на прошлой неделе? Тебя надо подстричь! О, нет, стричься! Я не хочу идти!» Но, когда они растут и становятся старше, они думают, «Каким меня видят люди? Что они скажут о моей одежде? Или о моей обуви? О моем рюкзаке? О моих носках?» Все вертится вокруг того, какое впечатление произведет их внешность. Слово «мухталь» предполагает, что человек живет только лишь ради того, чтобы поддерживать некий образ и производить впечатление. Этот человек не настоящий. Он не может быть честен с самим собой так же, как он может быть честным с окружающими. Как он может ценить правду саму по себе? Между прочим, правда всегда причиняет неудобства. Правда всегда ставит кого-то в неловкое положение. Правду и истину всегда очень тяжело принять. Поэтому, по своему определению, правда – это нехорошо для вашего имиджа. Правда – это нехорошо для того, как вас воспринимают люди. Плыть по течению намного легче. Вы понимаете? Пророки, мир им всем, больше всех других людей в мире подвергались самому большому унижению со стороны своих же народов, потому что они держались за истину. И вы заметите, что в противовес им люди, которые пользовались авторитетом, которые принадлежали к высшим слоям общества, считали ключом к своему успеху создание ложного образа. Именно ложный образ они связывали со своим успехом. Почему я трачу столько времени на то, чтобы объяснить вам это? Основная причина заключается в следующем. Когда у вас есть мухайяль – воображаемая версия вас самих, которая желает произвести впечатление на окружающих, тогда вашей целью становится добиться любви людей. Вашей целью становится добиться того, чтобы вас любили люди. Держа это в уме, теперь послушайте, что говорит Аллах. «ВАЛЛАХУ ЛАЙУХИБУКУЛЛА МУХТАЛИМ» Воистину, Аллах не любит тех, кто является мухталем. Аллах не будет любить того, кто одержим погоней за любовью людей. Аллах, Велик Он и Могуч, делает здесь очень важное замечание. Мы еще даже не перешли к слову «фахур». Аллах, Свят Он и Возвышен, приводит сравнение. Важно отметить, что эта фраза является именным предложением. Я не буду углубляться в грамматику, но построение фразы указывает на «аль-испад аля гайр-иль-фа'иль». Проще говоря, смысл в следующем – Аллах не любит таких людей, но другие любят. Есть люди, которые будут подпитывать ваше ложное, вымышленное «Я». Есть люди, которые будут ставить лайки на ваши отредактированные фотографии. Есть люди, которые будут писать комментарии и делиться этой фальшивкой, а также будут побуждать вас продолжать в том же духе, подталкивать вас к этому все больше и больше. И, знаете, это становится некой движущей силой. Сегодня в мире соцсетей все крутится вокруг создания образа. И что же происходит? Эти люди настолько поглощены своим образом и тем, какое впечатление они производят, что, когда кто-то втайне снимает на видео их разговор, на котором проявляется их истинная сущность, та сущность, которую они подавляли. И в вашей истинной сущности есть доброта, есть милосердие, есть честность, есть вежливость. Но, когда вы подавляете ее, эти качества исчезают. Чем больше вы украшаете свое фальшивое «Я», тем уродливее становится ваше истинное «Я». И, если кто-то втайне снимет ту уродливую истинную сущность человека, на него тут же обрушивается шквал критики в интернете, потому что эти люди не подпитывали свое внутреннее, настоящее «Я». Этого не было. У таких людей много подписчиков. Они говорят им «Ребята, я люблю вас, я люблю своих подписчиков». Нет, не любите. Вы не любите никого из них. Если кому-то из них будет больно, разве вы тоже будете испытывать боль? Что такое любовь? Любовь означает, что вы желаете человеку блага. Что означает материнская любовь? Мать желает защитить ребенка, она заботится о нем, она желает ему благополучия, она желает для него хорошее будущее. Это любовь. Разве не так? Любовь – это не «Я вас люблю, а теперь похвалите меня» или же «Я люблю то, как вы меня хвалите. Я люблю вас за то, что вы делаете мне комплименты. Спасибо большое». Все это не по-настоящему, все это фальшивка. Фальшь поверх фальши, поверх фальши. Отец говорит своему сыну, когда ты выйдешь в мир, многие люди будут жить фальшивой жизнью, и они побуждают друг друга жить фальшивой жизнью. Ты встретишь много таких людей. Здесь говорится… Слово «куля» – каждый, весь, используется для многих, для групп, для всех и для каждого. То есть, в жизни тебе встретится много таких людей. Также и ты можешь стать одним из них. В каждом из нас есть эта черта, но ее следует контролировать, чтобы она не поглотила нас полностью. Знаете, бывает, что у человека есть болезнь, которая прогрессирует и мутирует. То есть, у этой болезни есть первая, вторая и третья стадии, с каждой из которых она прогрессирует все больше и больше. От слова «мухталь», которое и является «исым фааль», от глагольным, существительным, мы переходим к слову «фахур», которое классифицируется как «сигхатуль мубалага», то есть, имеет усиленное значение. Когда в арабском языке вам встречаются слова, которые звучат как «фахур», например, «шакур», это означает «очень благодарный», а не просто «благодарный», или «гафур» – это «очень прощающий». Как имя Аллаха, аль-Гафур – «все прощающие», или «вадуд» – «очень сильно любящий». Одно из имен Аллаха, аль-Вадуд. Здесь же приводится слово «фахур». Можно перевести его как «очень горделивый». Одно из пониманий этого слова – чрезмерно горделивый. Давайте же немного углубимся в смысл этого слова. Это поистине поразительное слово. «Нахдата фахур – азимата الجذع – галидата الصعف». Когда пальму описывают словом «фахур», это означает, что у нее толстый ствол и грубые ветви. Ваше внимание привлечет сам ствол пальмы. Хотя в пальме самое ценное находится наверху. Когда вы смотрите на основание пальмы, на ее ствол, на ее кору, вы видите, что она очень толстая. Вы думаете «Ничего себе, какая хорошая пальма». Но вы не можете оценить качество дерева, пока, приложив усилия, не залезете наверх. И когда вы взберетесь на вершину, вы увидите, что ее листья жесткие и высохшие. То есть, она не живая и не плодоносит. С виду она такая большая и впечатляющая. Создается впечатление, что она просто великолепна. Но на самом деле она не живая, она не плодоносит и не даст урожай. Таково значение слова «фахур» в отношении пальмы. Существуют также и другие значения. Также «фахуром» описывают верблюдов. Верблюдица с большим выменем и малым количеством молока. Когда верблюдица рожает, люди думают, что у нее будет много молока. Ее вымя наполняется, и кажется, что верблюжонок сможет вдоволь напиться молока. Верблюдицу, у которой вымя наполнено, но когда верблюжонок хочет попить молока, молоко не выходит, такую верблюдицу описывают словом «фахур». То есть, она выглядит впечатляюще, и кажется, что она даст много молока, но молока нет. Даже владелец такой верблюдицы думает, что сможет взять с ним много молока для себя, для своей семьи, но она не дает молока. Это похоже на недобросовестную рекламу. Вы видите сходство между пальмой и верблюдом, которых описывают словом «фахур»? … Также это слово используется в описании фиников без костей. К примеру, есть большой финик. Обычно финики бывают меньшего размера, но некоторые на самом деле очень крупные. И человек говорит о таком большом финике. Послушай, если у меня будут семена этого финика, и я смогу посадить и вырастить такое дерево, у меня будет много крупных фиников. Но, когда он открывает финик, внутри него нет косточки. То есть, выглядит-то он многообещающе, но внутри него ничего нет. Однокорейным к «фахуру» является слово «фаххар» – керамика. Глина, которая сама по себе очень густая, после обработки становится керамикой. Она выглядит прочной и надежной, крепкой. Но на самом деле керамические изделия являются одними из самых хрупких среди всех существующих. Что-то керамическое может разбиться в дребезги от одного незначительного удара. Оно сделано из густой, прочной глины, но после сушки, становясь керамикой, оно превращается в очень легкое и хрупкое изделие. В первую очередь, слово «фаххур» означает человека, который внешне выглядит очень впечатляюще. У него вид человека, производящего впечатление. Он выставляет на показ себя и то, какой он впечатляющий. «Фаххр» – это одно из слов, используемых в значении «гордость», и оно отличается от слова «высокомерие». Возможно, на следующей хутбе, когда мы дойдем до этого, я расскажу вам эту разницу. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы вы, по меньшей мере, поняли, что Аллах не любит это качество. Так что это за качество? Это качество человека, знающего, что у него внутри ничего нет. Его истинная сущность ничего собой не представляет. Но ему очень хочется произвести впечатление на людей. Поэтому сначала такой человек позволяет другим людям навязывать себе представление о нем самом. А потом он надевает на себя эту маску. Из-за своего вымышленного «я» он в буквальном смысле носит маску и постоянно поддерживает этот вымышленный образ. Такой человек называется «фахуром». По этой причине непорядочные и высокомерные люди, которые свысока разговаривают с людьми и так далее, обычно оказываются самыми неуверенными в себе людьми. В глубине души им очень страшно, что кто-то может разоблачить их истинную сущность. Так Аллах разъяснил нам, что означает «фахур». Когда человек попадает в новую для себя среду, как, к примеру, вы, ребята, когда вы идете в школу, и вы видите тех ребят, которые одеты лучше других, более популярные, на которых смотрят и говорят, «Да, хотел бы я оказаться на его месте. Мне бы хотелось быть вместе с ними. Они крутые». Знаете, что Аллах в сущности раскрывает нам, что каждый из них очень сильно старается спрятать то, кем он на самом деле является. Каждый из них показывает вам маску, и вас впечатляет то, что вы видите снаружи. Но, когда возникает определенная ситуация, этот образ рассеивается. Их отношения ненастоящие, потому что такие люди ненастоящие даже с самими собой, они не могут быть настоящими с вами. Когда у вас возникают трудности, они исчезают. У ваших настоящих друзей нет подобных качеств. Будучи верующими, мы любим то, что любит Аллах, и ненавидим то, что ненавидит Аллах. Когда Аллах говорит, что Он не любит таких людей, Он этим самым не только предостерегает нас от того, чтобы мы не стали, как они. Аллах не сказал, что Он ненавидит таких людей. Между этим есть разница. Аллах не сказал, что Он ненавидит их. Он сказал, что Он не любит их. Это значит, что я тоже не должен любить подобное окружение. Мне надо выбраться из этого спектакля. Я должен быть в таком окружении, которое любит Аллах, быть среди людей, которых Аллах любит. Я должен определиться, хочу ли я прожить всю свою жизнь в вечеринках, прожить всю жизнь на свадебных торжествах, в клубах, на студенческих вечеринках или на различных тусовках. Да, бывают настоящие радостные собрания. А бывает так, что люди просто нарядились и делают вид, что счастливы. К примеру, семья, в которой по дороге на свадьбу все ругаются и ссорятся. Они одеты в самые красивые наряды, но все друг на друга кричат. А когда приезжают, делают селфи из серии «Счастливые моменты», «Прекрасные воспоминания». Когда они вспоминают ту свадьбу, они говорят «Это была худшая ночь в моей жизни. Помнишь, что ты сказал мне в машине? Помнишь, что ты сделал?» Да, но выглядел ты очень хорошо. Снаружи они выглядят так, а внутри это нечто совсем другое. Аллах сказал, что не любит подобное в отношении человека. Не мне осуждать людей и их предпочтения. Во-первых, я должен спросить, есть ли это качество у меня, есть ли оно внутри меня. И я почувствую, что это стало для меня приоритетом, если все разговоры посвящены темам. Какая у тебя одежда? Где ты это взял? Что ты носишь? Я видел, что ты купил новую машину. Вы переехали в тот район. То есть, речь идет исключительно о каких-то предметах, которые, в конце концов, не будут иметь никакого значения. И все эти разговоры. Вместо того, чтобы говорить о чем-то по-настоящему, значимом и важном. По-настоящему помочь человеку. Помочь человеку расширить его представление о чем-либо. Всем нам известна разница между настоящим, содержательным разговором и бессмысленным разговором. Такой сильный совет от Аллаха. И, наконец, я поделюсь с вами следующим. Используя слово «не любит», «ля юхиббу», в этом аяте Аллах дает нам некое указание на то, что человек может с легкостью полюбить подобные вещи. Они привлекательны, они создают вокруг себя магнитное поле. Если вас затянуло, то вырваться оттуда будет тяжело, верно? Единственный способ вырваться оттуда – развить в себе чувство потребности в том, чтобы вас любил Аллах. «О, Аллах! Я не хочу быть одним из тех людей, которых ты не любишь». Как сделать так, чтобы Аллах полюбил вас? Это не так сложно. Аллах не сказал, что полюбит нас, если мы залезем на какую-то гору или если мы сделаем то-то и то-то. В данных аятах правило очень простое – просто не делайте так. Аллах любит вас, так не потеряйте же Его любовь. Вам не нужно пытаться заслужить любовь Аллаха, просто не потеряйте ее. В этом заключена красота фразы. Что касается остальных людей, то вам нужно стараться, чтобы заслужить их любовь. Однако Аллах уже любит вас, просто не потеряйте Его любовь, не лишайте себя ее, поддерживайте ее. Сторонитесь этих ядовитых качеств, которые вредят вам. Суть в том, что если у человека нет настоящих искренних отношений с самим собой, то он не поддерживает связь даже со своим сердцем. А любовь Аллаха ощущается именно в сердце. В конце концов, все сводится к тому, каково состояние нашего сердца. Пусть Аллах, Велик Он и Могуч, дарует нам чистые сердца. Пусть Аллах, Велик Он и Могуч, избавит нас от потребности быть гордоливыми и выставлять себя на показ. Я не успел рассмотреть все три вопроса, которые обозначил в названии этой хутбы. Мы поговорили о гордости, но не затронули тему уверенности и смиренности. Поэтому я оставлю эти темы на следующую хутбу, иншаллаху та'аля. Потому что все эти три темы необходимо подробно рассмотреть. В данном аяте, удивительным образом, связаны все эти три качества. На этом я завершаю хутбу. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркем ТВ. Развивайтесь вместе с нами.